Значит, наиболее часто используемый в нашей работе на месте происшествия – это источник криминалистического света. В данном случае это Микс-450. Вот такая вот лампа, батарея. Он предназначен для выявления различных слабовидимых следов, к примеру, биологических следов, замытых следов крови. Им очень хорошо выявляется. Далеко не всегда на месте преступления может быть все просто и очевидно. К примеру, если следы крови могут замыть или они имеют небольшие размеры. В этом случае верный помощник – ультрафиолет. И это всего лишь один из многочисленных инструментов в арсенале криминалиста, которые одними из первых выезжают на место происшествия, чтобы видеть то, что не видно невооруженным глазом, и понять, что кроется в самых непримечательных деталях. Роль службы криминалистики в расследовании тяжких, особо тяжких преступлений приоценить очень сложно. Действительно, ни одно из таких преступлений, громких, резонансных, не обходится без нашего участия в расследовании. Главное, наверное, в том, чтобы накопленный опыт передавать молодому поколению, следователям, чтобы обладали навыками следственной работы, могли разобраться в той или иной сложной ситуации. Со дня создания криминалистической службы исполнилось уже 70 лет. В честь знаковой даты в Следственном управлении по Карачао-Черкесской республике прошло награждение тех, кто исполняет свой служебный долг в сложных и зачастую опасных для жизни условиях. В 2007-2011 годах в связи с реформой органов следствия и выделением Следственного комитета в самостоятельное ведомство работа следователей-криминалистов, название службы перешло в Следственный комитет и знамя подхватили следователей-криминалистов. С момента создания криминалистических подразделений органов Следственного комитета Российской Федерации стремительно развивались и за прошедшие годы доказали свою значимость в работе ведомства. Зарита Джанкёзова – одна из тех представительниц прекрасного пола, что решила связать свою жизнь со столь нелёгкой работой. И за 20 лет безупречной службы ни разу не пожалела об этом выборе. Имея за плечами сотни раскрытых преступлений, она с прежним энтузиазмом продолжает бороться за справедливость. Это со стороны кажется, что всё так легко, красиво, что следствие, что криминалистика. По факту это тяжкий труд. Труд следователя и труд криминалиста идут параллельно. И я думаю, это одна из тяжелейших работ и ответственнейших работ, которые сейчас есть в наше время. А чтобы повышать эффективность работы, в системе Следственных комитетов имеются свои вузы. Есть возможности для повышения квалификации. К примеру, представители управления из Карачаева-Черкесии участвовали в конкурсе на лучшее методическое издание, посвящённое практикам следственной работы, которое вошло в тройку лучших. К примеру, вот эта методика была разработана на примере расследования уголовного отдела по факту схода снежной лавины в Дамбай. У нас был случай такой. И вот такие приёмы применялись для доказывания, какие экспертизы проводились уникальные, в том числе по России, когда мы привлекали для проведения вот этой сложной экспертизы. Разрабатывать новые методики и совершенствовать тактику расследования самых разных категорий преступлений, активно внедряя в работу современные достижения науки и техники, чтобы оказывать оперативную и качественную помощь в раскрытии запутанных дел. Работа криминалистов в Следственном комитете – это большая ответственность, ведь от них зависит многое, в том числе и человеческие судьбы.